Ольга пишет, Марина пишет, которая, короче, пишет. Так что я с вами не рассуду. Кому надо, пожалуйста, отключайтесь. Но что-то можете упустить. Это особый вебинар, это особая лекция. Такого нигде никогда не прочтете. Никогда, нигде, ни в одном учебнике, ничего. А если прочтете, то можете сразу выбрасывать, зачем их садить, все равно потом погибнут. Так, ага. Ольга, давайте договоримся каждый день молиться за здоровье Елены Алексеевича. Елены, делавшие манимальные операции на сердце скралы, чтобы оправляется те, за кого другие молятся. Слышали? Слышали, да? Давайте каждый день вечером молиться. Я присоединяюсь к Ольге. Марина Могина. У нас в Шариповском районе Краснодарской крае зимой снега почти не было. Только последние дни навалило. Может это повлиять на начало просыпания деревьев? Ну, может и не может. Дело в том, что, допустим, зима, а снега нет. Это значит, что... А морозы, они были морозы, куда они делись? Это значит, деревья сильные уснули. Если они не искалечены, то ничего им не будет. И без снега ничего не будет. Тем более, сверх опасен для груш и для абрикосов. То есть, пока беды не вешал. Наоборот, получил суть, потому что у них корни глубже промерзнут, промерзнет почва глубже. И вдруг подвесно навалило. А здесь, понимаете, угадать невозможно. Есть два технологии. Они друг друга отрицают. Это как помните, я рассказывал со смехом про это. Закон философский отрицание, отрицание. Стул деревянный отрицает дерево. Здесь то же самое происходит. Смотрите. Есть два способа задержать плодношение. Нет, не так, я заговорюсь. Задержать просыпание. Первый, навалить побольше снега. И корни будут спать. Но тут подлость заключается в том, что крона спать не будет. Пригреет, она проснется. Корни спят. Крона проснулась. Зацвела. А сока нет. Все. Весь пара ушел гудок. Знаете, какое выражение? Один край. Другая край не сказала. Ну все, тогда мы наоборот. Мы хитрень будем. Мы зачерним снег. Допустим, посыпать золой черным. И действительно быстро-быстро растает. Он быстро растаял. Дерево быстренько зацвело. И попало под замороз. И вот один год, допустим, зная наперед будет заморозок, надо делать так. А не будет, надо делать наоборот. Откуда мы знаем? А мы ничего не знаем с вами, ребята. Получается, я принял так называемый средний арифметический вариант. Ничего не делать. Не продлять ему сон и не будить раньше времени. Вот как получится, так получится. Вот. Поняли? Так. Ну что? Все? Закончили? Так. Ольба пишет с этого самого спитера. Давайте еще тогда подождем. Я не спешу. Можете отключаться. Вот. У меня еще только, господи, там время-то пол-11. Вот. Еще дети не спят. Так. Подождем. Подождем. Кстати, пока у меня есть время. Обратите внимание, что здесь есть каталог Семена, каталог Семенков. Вот. Самое обидное, это когда все-таки кто-то решится, а уже нечего будет высылать. А некоторые еще хитрее получают каталог, посмотрел. Может, все на нем нравится. Но сказать, что это одна. Вот. Я в следующем, я раздумываю, но в следующем обиде я обязательно закажу. это все, сада не будет никогда. Мне это знакомо. Никогда не бывает, что второй год все-таки взял заказ. Или сразу, или никогда. Так. Ольга. Ленин, Ленинс, Ленинградская область, минус 12. Много снега. В 19-ом. Так. В 19-ом было много груш, ветки ломались. Ветка, ветки от тяжести сломалась. Прямо слова, кору оторвало. В этом году груши были, но мало. Но мало. Малочь. Но было много волчков. Вот смотрите, раз у вас отломалась ветка, ветка, то волчки это неизбежно. И их нельзя трогать. Точка. Вот. Ну, рану, надеюсь, вы замазали. Раз она оторвалась, там, тем более кору оторвало. Это, наверное, было уже позади. В 19-ом. Отломало. Урожай. Замазали. Все. Дерево больше не подходит. Вот. И у тех, которые много волчков, пусть и растут, оставьте их в покое. Дерево восстанавливает крону, которая должна защитить штамп от дождя. Больше этого никого не узнаете. Вот. Какое будет удивление однажды, когда оказалось, что сотни лет вы этого не знали. Вот. И вот сейчас волчки убирать нельзя. Волчки – это спасение дерева, самоспасение. Не лезьте, не мешайте. Все. Кажется, закончили. Больше никто ничего не пишет. Напоминаю, каталог Семенов, каталог Семенков. Вот. И как мы людям помочь, чтобы преодолеть этот страх, этот страх перед прививками. Вот. Сколько у нас людей, которые руки золотые. А тут как будто стыковать два этих. Никак не получается. Даже пробовать боятся. Так, все, друзья, мы заканчиваем. В наше время истекло. Все, рассказать не успел. Но что мы сделаем, то успел. Давайте я сейчас заканчиваю трансляцию. И до следующего понедельника. А, не забудьте вот сюда нажать. Вот они отключатись, видите. Так. А я отключаю трансляцию. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok